Привет, это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски Камчатка день за днём, рассказывающие о том, как в разные годы жил наш полуостров. Мы читаем старые газеты. И боже вас сохрани, не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня мы будем читать газеты с 25 марта по последний мартовский день разных лет. Итак, приступаем к нашим увлекательнейшим занятиям. 25 марта 1923 года газета «Полярная звезда» опубликовала приказ по гарнизону города Петропавловска на Камчатке. Часть этого приказа мы сейчас услышим. Несмотря на постановление Камчатского губернского революционного комитета, приказы и распоряжения коменданта города и начальника милиции, продажа спиртных напитков всё же продолжается. Мало того, известно, что некоторые жители пытались и пытаются спаивать военнослужащих Красной Армии местного гарнизона. Упомянутое явление рассматривается как попытка подорвать дисциплинарные устои воинской организации с контрреволюционной целью. Фамилии граждан, занимающихся упомянутой деятельностью, частью известны, частью приводятся в известность. Все лица, замеченные в упомянутых преступлениях, будут привлекаться к суровой ответственности и передаваться суду военно-революционного трибунала. Помимо продажи спиртных напитков и попыток спаивания военнослужащих, наблюдается пьянство среди жителей, игра в частных домах в азартные игры на деньги и ценности, покупка обмундирования и различного имущества военного образца, создание и распространение ложных и несуразных, а равные провокационных, контрреволюционных слухов, создающих ненормальную обстановку. Все перечисленное, тем более при наличии наступающих праздников Пасхи, открытие навигации и наплыва лиц в город из губернии и извне, не может служить к укреплению порядка и гражданственности, в силу чего приказываю. Первое. Совершенно прекратить продажу спиртных напитков, кроме разрешенных продажи надлежащими властями. Все лица, замеченные в продаже и не получившие права на продажу, а равные продающие спиртные напитки, выше установленной разрешенной крепости, будут привлекаться к строгой ответственности. Второе. Совершенно прекратить азартные игры на деньги и ценности, где бы то ни было. Начальнику милиции лиц, замеченных в означенном, задерживать. Деньги и ценности конфисковать, как находящиеся в игре, равные находящиеся при упомянутых лицах. Третье. Покупку обмундирования и прочего имущества военного образца совершенно прекратить. Четвертое. Начальнику милиции всех лиц, замеченных в распространении ложных, несуразных, провокационных и контрреволюционных слухов, задерживать и препровождать в комендантское управление. Это совсем не то, что нехорошо, это вообще идиотизм, я считаю. Этот приказ подписал на штаб войск Охотско-Камчатского края Борис Рубцов. Подписи также поставили военком Кручина и ИО Нач Админ Части Ле Ульт. На штаб войск это значит начальник штаба войск. Подобное сокращение, уродливое, неблагозвучное, были очень модны в 20-е и 30-е годы. Кстати, полные варианты газетных публикаций вы можете прочитать на моем канале сервиса Яндекс.Дзен. Канал так и называется «Камчатка с Александром Петровым», так же, как и мой видеодневничок. И выкладываю я обычно туда публикации днем позже, после того, как они выходят здесь, на вот этом вот канале Ютуба. День следующий. 26 марта, год 38 века минувшего. Колхозник села Крутоберегово-Гольской пишет в газету «Камчатская правда». В 1935 году я приехал в Крутобереговский колхоз. Меня заинтересовала возможность вызревания на Камчатке зерновых и овощных культур. Начал я готовить участок для опытных посевов. Некоторые колхозники и даже агроном хотели убедить меня в том, что ими проводили с опыты, но ничего не вышло. Это ничуть не отбило у меня желание установить возможность произрастания зерновых и овощных культур. В 1936 году мной был проведен опыт посадки картофеля. С одного куста получено 22 клубня крупного картофеля. Этот опыт показал, что Камчатская почва даже без особого ухода может давать высокие урожаи. Прекрасный результат показал опытный посев ячменя. С 10 квадратных метров собрано 1,4 килограмма зерна. Произведенные опыт этот пшеницей и овсом не дали хороших результатов, потому что лето 1937 года было очень дождливое. Я твердо убежден в том, что Камчатка может иметь свои собственные семена и зерно. Пишет колхозник села Крутоберегова-Гольской. День следующий. 27 марта. Год 1940. Статья в Камчатском музее. Небольшое помещение, заставленное стеклянными шкафами, чучелами, всевозможными экспонатами птиц, рыбы, хлебных злаков. Вот, кстати, ко мне пришел кот Василий, который тоже очень любит всякие чтения. Слева, сразу же около дверей, начинается отдел быт народностей Камчатки. Манекен чукчанки в одежде из шкуры гаги. Над ней висит модель лодки. Рядом разная кухонная и деревянная посуда. В углу манекен орачона с ружьем. Здесь же каменные наконечники для стрел, прибор для добывания огня и другие орудия, которыми пользуются люди в период каменного века. Организован музей в 1909 году по приказу губернатора Камчатки. Через несколько лет он был закрыт. А экспонаты переданы в школу для естественно-биологического кабинета. Начиная с 1924 по 1932 год, музей вновь в несколько раз организовывался, перевозился из одного помещения в другое. Экспонаты при этом терялись, расхищались. В 1933 году оставшиеся ценности были размещены в новом здании, где музей находится и сейчас. Значение музея огромно, пишет Камчатская правда. Он помогает трудящимся изучать жизни быт народов Севера раньше и теперь. Наглядно рассказывает о богатствах морей, омывающих Камчатский полуостров, об огромных запасах полезных ископаемых пушного зверя, о развитии сельского хозяйства и т.д. Следующий день, 28 марта. Камчатский вестник, год 1919. Объявление. Петропавловская больница объявляет населению о том, что лица, обращающиеся за медицинской помощью и за лекарствами, должны иметь с собой посуду, так как аптечная посуда вся вышла. Кроме того, больница просит всех, у кого имеется аптечная посуда, доставить ее в аптеку. Продолжаем наше чтение. 29 марта 1920 года, газета «Известия». Постановление Завойкинского волосного съезда. Параграф 1. Завойкинский волосной съезд нашел нужным закрыть промысел на лисицу, ввиду ее болезни, бешенства, с условием, если будет закрыта, по всей области Камчатки. Параграф 2. О закрытии промысла выдры. Закрыть промысел на выдру с 20 марта по 1 августа. Параграф 3. Об охоте на уток. Закрыть охоту на птицу с 15 марта по 15 августа нового стиля. В случае нарушения настоящего постановления, у виновников конфисковать упромышленную дичь, о чем составлять протоколы и представлять Завойкинской исполнительный комитет. Читаем дальше. Тот же день, 29 марта, но уже год, 1959, газета «Камчатский комсомолец». Растут охотники, отцам помощники. Почти каждый в Акландской школе охотник. Это и понятно. Трудно жить здесь и не стать промысловиком. В школе работает кружок юных охотников. Руководит им воспитатель интерната Евгений Степанович Федотов. Он учит ребят, как ставить петли, рассказывает о повадках зверей. Учение Евгения Степановича не пропало даром. Саша Солодяков уже поймал двух зайцев, двух горностаев. Несколько горностаев поймал и Коля Долган. Ежедневно мальчики из 2-го и 4-го класса ходят на лыжах проверять петли, не попались ли куропатки. Свою добычу приносят в интернатскую столовую, и девочки помогают готовить ее повару. Это пишет Николай Друзькин из села Аклан Пенжинского района, с самого севера Камчатки. День следующий, 30 марта. Газета тоже «Камчатский комсомолец», год 1972. «Вечерами никогда не пустуют комнаты дома культуры судоморемонтной верфи имени Ленина», пишет газета. Сюда, наскоро переодевшись, спешат участники художественной самодеятельности. Сейчас у артистов ответственная пора. Идет подготовка к областному смотру коллективов. У всех свои заботы. Духовой оркестр под руководством электромонтажника Николая Девушкина готовит новые музыкальные произведения. В основном тематика, посвященная 50-летию образования СССР. В прошлом году в национальном смотре оркестранты были удостоены диплома третьей степени. Хармейстер Василий Леонтьевич Хоменко со своим коллективом готовит песни о родине, о партии. Прозвучит также песня и о нашей орденоносной Камчатке. Наконец-то вы узнали правду. Ну и последняя публикация, которую мы услышим сегодня. Это публикация в номере газеты «Камчатский комсомолец» от 31 марта 1941 года. Кстати, мало кто знает, что «Камчатский комсомолец» начал выходить не в 57-м году, как считается, а еще в 30-е годы и прекратил выпуск в связи с началом Великой Отечественной войны. Итак, мы читаем «Камчатский комсомолец» 1941 года. Знаете ли вы, что на Камчатке нет мышей, воробьев, ящериц и лягушек? А в реках Камчатки, кроме морских рыб, которые приходят на нерест, очень мало таких, которые имели бы промысловое значение. Здесь водится только голец, хариус, мекижа. А почему бы не развести в реках Камчатки карася? В 1929 году работники в НИРО привезли с материка мальков карася и выпустили в озеро Казачье, в бассейне реки Камчатки. Через 8 лет в этом озере был пойман карась трех лет от роду. Это представитель четвертого или пятого поколения. Значит, прижились караси в озере Казачье, значит, могут жить караси на Камчатке. Так писала газета «Камчатский комсомолец» в 1941 году века минувшего. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать о том, как полуостров жил в прошлом веке. Пишите комментарии. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»